Доброе утро, любимый Ульяновск! Привет, вся Ульяновская область! Ну что ж, сегодня 28 июня, день российского букмекера. В 2015 году по инициативе саморегулируемой организации тотализаторов был учрежден День организаторов Пари, то есть День российского букмекера. Первый день организаторов Пари был проведен 28 июня 2015 года и с тех самых пор он отмечен в календаре российских букмекеров как профессиональный праздник. Самое время начинать нашу студию. По традиции украшает чудесная цветочная композиция от партнера программы салона «Цветы и штучки». Ну и просыпаемся все так же вместе с вами мы, Екатерина Терещенкова. И Андрей Сафронов. Мы начинаем! Утро с репортером – это полезные и познавательные рубрики, энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Андрей, скажи, пожалуйста, вот я, да, я когда стрессую, я заедаю конфеточку, там что-то, семечки где-то. А вот ты когда стрессуешь, вот заедаешь что-то, надо что-то поесть. Я даже не знаю, Кать, что исходное. Стресс, еда или еда, потом стресс от еды. В общем, да, случается такое. Случается. Так вот, для многих не систематичные перекусы – привычный и доступный способ снять напряжение. Но если питание выстроено правильно, то заедать стресс вам не придется, говорят специалисты. Какие продукты помогают повысить стрессоустойчивость организма, рассказываем в подробностях. Вода. Первое, что нужно сделать в острой стрессовой ситуации – это выпить маленькими глотками стакан воды. Дело в том, что работа головного мозга зависит от достаточного количества жидкости в организме. Восполняя ее дефицит, мы помогаем ему функционировать. Ну, а также можно выпить некрепкий зеленый чай или травяные чаи, например, из мяты, мелисы, ромашки. Но здесь важно, друзья, помнить, что у каждого растения есть свои показания и противопоказания. Зелень – это следующий продукт. Для укрепления нервной системы важны витамины группы В, поэтому нужно обязательно включить в рацион богатые иные продукты. Но еще, конечно, ешьте овощи зеленого цвета – шпинат, листовой салат, белокочанную капусту, брокколи, фасоль, сельдерей. В петрушке, укропе, кинзе содержатся эфирные масла, которые улучшают настроение. Ну, разговор о лучших продуктах против стресса продолжим завтра, а далее в эфире рубрика «ЗОЖ». Доброе утро! С вами Оксана Галеева, руководитель студии Yoga Life, инструктор и преподаватель женских практик йоги. На улице тепло, скоро мы снимем верхнюю одежду, останемся в одних купальниках, поэтому так актуален вопрос хорошей фигуры, подтянутого тела. Мы это можем, конечно же, достичь с помощью правильного питания, соблюдения режима сна и питьевого режима. Ну и, конечно же, при помощи тренировок. У всех они разные, но даже йога приносит свой положительный эффект. Сегодня я хочу вам показать прекрасное упражнение, которое будет способствовать красивой вашей талии и улучшению работы кишечника. Почему? Потому что если будет ваша брюшная полость и внутри все функционировать правильно, своевременно, усваивать и выводить, то никаких лишних отложений на вашем теле оставаться не будет. Итак, делаем вместе практика сарванга-пушти. Мы встаем широко, расставив ноги и наши стопы по диагонали, где-то 45 градусов. Первое. Мы подготовимся к этой практике. Мы вырастаем вверх и подтягиваем на себя область лобковой кости и тазовой чаши. Не провисаем, не расслабляем пресс и не оттягиваем назад ягодицы. То есть держим нейтральную позицию и вытянутую поясничную область. Ручки через стороны мы поднимаем вверх, соединяем на мосты. И пока просто пробуем наклоны в одну сторону и наклоны в другую сторону. Главное при этих наклонах чувствовать, что у вас не заваливается тазовая чаша, и вы остаетесь как маятник работать словно между двумя параллельными стенами. Что мы делаем дальше? Ручки разъединяем, поворачиваем друг к другу тыльную сторону ладоней, соединяем и начинаем уходить в тот же наклон в одну сторону, возвращаемся, ручки меняем и уходим в другую сторону. Иногда на своих практиках я наблюдаю, что даже делать это упражнение становится усложнением для многих, потому что здесь еще работает межполушарное взаимодействие. После этого мы еще усложняем. Мы уходим вниз в наклон, наклоняемся к ноге руками и поднимаемся в положение исходное и возвращаемся. Самое главное нам здесь не уходить тазом, не наклоняться всем телом, работает только вверх. Тазовая чаша остается. Мы чувствуем вытяжение с поясничной зоны, линии талии и раскрытие грудного отдела. Это упражнение мы должны делать 10-20, а то и больше повторов. И вы почувствуете заряд бодрости и подтягивание своей фигуры 100%. Я желаю вам хорошего дня и оставаться всегда на позитиве. Черный список. В области собрали данные по аварийным мостам и путепроводам. В ближайшие два года их будут проводить в порядок благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сумма вопроса почти 2,5 миллиарда рублей. Средства из федерального бюджета. На автодорогах областного и местного значения эксплуатируется 713 искусственных сооружений. 359 на территории Ульяновской области и 354 на территории муниципальных образований, уточняет в профильном министерстве. Регион готов к реализации нового направления мосты и путепроводы, которые стартуют в 2022 году. Собраны данные об аварийных и предаварийных мостах и путепроводах. Разработана проектно-сметная документация на 9 объектов. И главное, получено заключение положительной экспертизы. Так, в 2023 году планируется капитально отремонтировать 11 объектов. О главном расскажем далее. Сначала было жарко, но купаться нельзя. Пляжный сезон не открыт. Затем похолодало в аккурат к 1 июня. Пожалуйста, купайтесь на здоровье. Потом стало тепло, но Роспотребнадзор обнаружил загрязнение и опять запретил водные процедуры. Сегодня на улице плюс 30 и все бы хорошо. Сезон открыли, пляжи благоустроили, купаться разрешили. Но в воде опять практически никого. На этот раз из-за водорослей. От зеленой Волги досталось всем. И желающим искупаться, и загорающим, и даже рыбакам. Утречка. Хороший день для рыбалки. Как говорят рыбаки, хорошо, когда зелень в кармане с портретами американских президентов. И плохо, когда в воде. Скажите, вот при зелени в воде, при полынном цвете, как оно ловится у вас? Вообще воняет. Прямо невозможно этот Волга. А рыба не клюет вообще. Волга зацвела, и рыба пропала тоже. Все. Рыбы нету. Редко там кто-нибудь поймает одну, две за целый день. Некоторые ночуют, а толку нету никакого. Как вообще зеленая Волга сказывается на клеве? Хуже, лучше, так же? Мне кажется, хуже. Цветет и пахнет, родная река. В этом году из-за жары раньше, чем обычно. Рыбаки говорят, что приходят на изрубленное место просто по привычке отдохнуть. Хоть рыбы практически нет. Жалуются на те самые сине-зеленые водоросли. Это из-за них такой скудный улов. Во время бурного цветения рыба становится капризной. Набивающаяся в жабры зелень затрудняет дыхание у подводных обитателей, что сразу сказывается на клеве. Страдают все, не только рыбаки и рыба. На пляже только загорать. Купаться невозможно. Водоросли на коже, в волосах, на плавках и купальниках. Если рядом есть душевые кабины, рискнуть можно. Но мало кто решается. Фотограф, запечатлевая личность. А это вы от этой, от воды от той отмываетесь? Или просто охлаждаетесь? Не то, что от воды. Это просто здесь прохладно. И вода уже, во-первых, она не бодрит. А во-вторых, сейчас зелень пришла. Видимо, прям течение какое-то сегодня. Видимо, где-то плотину там открыли. И создается такой вдоль берег течение. Сносит прям. А вы пробовали купаться в зелени? Нет, в зелени не рекомендую. А почему? Это чем-то опасно может быть? Опасно? Ну, просто не гигиенично. Зачем? Сначала вода зеленеет. Потом эта зелень густеет до желеобразного состояния. Дальше биомасса начинает гнить и источать миазмы. То есть, для волжанина цветение это в первую очередь неприятный элемент жизненного пространства. Невозможность воспользоваться близостью к водоемам. Как следствие, необходимость искать другое место для отдыха. Отныне варианты будут. Вместо одного пляжа станет целых четыре. Задача городской власти параллельно вести благоустройство прибрежных полос, направляя для этого не только бюджетные средства, но и, возможно, привлекая вложения частных инвесторов. В планах на ближайшую перспективу следующий год создать на котловании в районе поселка Борьба, на старом Свежском пляже на улице Минаева и на берегу Волги в Заволжье, условия для комфортного и безопасного отдыха граждан. Ульяновск – город на двух реках, по факту, пока с одним разрешенным местом для купания. Местные жители к этому привыкли, однако положение дел в ближайшее время изменится, заявляют в профильном министерстве. Были проведены изыскательские работы по реке Свияга. Это от поселка Воропаевка до Минаевского моста. Это будет в первую очередь расчистки. Значит, нашли ил, глубина залегания от 3,5 до 7 метров. Вот это все с реки мы должны вычистить однозначно. Все работы запланированы на 2022 год. В плане купания лета 2021 как-то не сдалось с самого начала. Многие так и не успели поплавать, в полной мере ощутить все прелести этого жаркого времени года. Но будущее выглядит оптимистично. Уже через год в Ульяновске для жителей оборудуют шезлонги, душевые, спортплощадки, качественные подъездные пути, налаженное транспортное сообщение. Завезут чистый песок и очистят дно. И, наконец-то, уберут надоевшие аншлаги с надписями «Купаться запрещено». Россияне назвали оптимальную сумму дохода для достойной жизни. Ну, вот для этой самой достойной жизни россиянам хватило бы зарплаты в 50-80 тысяч рублей. И при этом около трети опрошенных недовольны своими доходами. Еще 11% россиян хватило бы для этого менее 50 тысяч рублей. 28% опрошенных назвали достойным доходом 80-120 тысяч рублей в месяц на человека. 15% хватило бы от 120 до 200 тысяч в месяц. Еще 9% чувствовали бы себя максимально комфортно лишь с ежемесячным поступлением на карточку средств свыше 200 тысяч рублей. При этом многие подрабатывают, чтобы приблизиться к заветной цифре. 70% граждан готовы искать подработку и разовый заработок, и каждый десятый уже подрабатывает. Еще 10% отказались от такого вида заработка, поскольку не нуждаются. А вот оставшиеся 10% участников опроса слишком много сил тратят на основную работу. Поэтому времени на подработку у них не остается. И, конечно, времени на то, чтобы расслабиться и отпустить тяжелые мысли, тоже у них нет. Но в ближайшие 4 минуты мы с вами можем это сделать, потому что в эфире психолог Светлана Артамонова. Доброе утро! С вами психолог Светлана Артамонова. Сегодня мы поговорим о позитивном и негативном мышлении. Есть такое интересное метафорическое сравнение, когда людей делят на людей мух и людей пчел. Вот если муха будет лететь там, где с одной стороны будут расти цветы, а с другой стороны стоять мусорная помойка, то она обратит внимание на мусорную помойку. А если пчела будет лететь, она увидит красивые цветы и не заметит помойку, и будет наслаждаться цветочным нектаром. Точно так же и люди. Когда они проходят мимо каких-то ситуаций, кто-то обращает внимание на плохое, а кто-то обращает внимание на хорошее. Люди с негативным мышлением, то есть люди-мухи, они являются пессимистами. Люди с положительным мышлением, то есть люди-пчелы, они являются оптимистами. Пессимисты отличаются тем, что они фокусируют свое внимание только на недостатках чего-либо. Оптимисты, наоборот, выделяют достоинства, и они видят преимущества. Пессимисты зря тратят свое время. Они тратят его впустую, иногда на какие-то переживания, иногда на какие-то размышления о неприятных темах. Оптимисты, наоборот, планируют свое время, занимают его интересными и важными для себя событиями. Пессимисты закрыты к общению, не желают строить новые отношения и часто вступают в конфликты и скандалы. А оптимисты, наоборот, открыты к общению, активно заводят новые знакомства, получают новую информацию. У пессимистов есть свой круг пессимистический. Когда что-то происходит, он начинает искать виноватых, находит этих виноватых, обвиняет, создает конфликт. И так повторяется вновь и вновь. Оптимисты, наоборот, открыты к внешнему миру. Они с удовольствием усваивают новую полезную для себя информацию. И когда они усваивают эту информацию, у них крепчает разум. И, соответственно, в крепком разуме и в крепкой силе духа мы способны принимать разумные для себя решения, которые качественно могут улучшить нашу жизнь. Поэтому стремитесь всегда к тому, чтобы стать человеком-пчелой. Замечайте хорошее вокруг себя. Никто, кроме вас, не создаст среду вокруг вас самих же. Окружайте себя красивыми вещами, приятными людьми, интересными, с которыми вам интересно и приятно общаться. И фильтруйте информацию, которую вы получаете. Иногда мы смотрим телевизор фоном, а там идут какие-то неблагоприятные для нас новости или неприятные сюжеты. Это тоже влияет на наше ум и настроение. Поэтому окружайте себя красивыми вещами, красивыми людьми, и ваша жизнь перейдет на иной, качественно новый, лучший для вас уровень. С вами была психолог Светлана Артамонова. Всего вам доброго. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Я сегодня только очнулась, но нигде могла менять. Очнулись и начали искать. Обошли все ближайшие магазины и не нашли важный ингредиент для домашней кухни. Уже несколько дней ульяновцы охотятся на морковь, но добыть овощи удается далеко не всем. Мыть или не мыть – вот в чем вопрос. На овощных прилавках продуктовых магазинов у покупателей всегда был выбор взять более дешевую морковку немытую или отдать предпочтение более дорогой обработанной. Но в этом году ситуация складывается так, что из продажи сначала исчез необработанный корнеплод, а затем начала медленно, но верно, исчезать и альтернатива. Осталось на рынке, но цены кусаются. В среднем 130 рублей за килограмм. Вот скажите, пожалуйста, а почему такая разница? Немытая морковка – 100 рублей, а мытая… Это старая. Это старая. Молодая вот эта. А вообще новый-то привоз есть? Я этот привоз создала как раз оттуда из Краснодара. Наши места нет, стоит жара, ничего не растет. Из-за аномально высокой температуры в заволжских районах области почвенная засуха. Не сладко и остальным. И картошка тоже самая. И с картошкой тоже самая? Ну, она взошла, она не растет, потому что жарко. Жарко. Все поливает целыми днями, поливает. Надо поливать и поливать. А воды, кстати, мало. Мы же из колодца колодочной воды поливаем. А в колодце уровень воды маленький, и в колодце воды мало. Да, действительно, в регионе установилась жаркая погода. И уже не в первый раз. Но я хочу сказать, что овощная группа, борщевая группа и картофель у нас выращиваются в области на поливе. То есть, система мелиорации есть во всех предприятиях, которые занимаются выращиванием овощей, борщевой группы и картофеля. Если наличие товара на рыночных прилавках в первую очередь забота самих продавцов, отпускающих продукт своего хозяйства, то наполнение прилавков магазинных напрямую зависит от поставок. Перебои в логистике из-за коронавирусных ограничений сказались и на предложении, и на цене. Однако сетевики к концу недели мобилизовались. На текущий момент ситуация по овощам стабилизируется. Был некий сбой, потому что был повышен спрос. Люди покупали больше товаров, борщевая группа. На текущий момент у нас стабилизируются все, кроме моркови. Морковь ожидаемая где-то в воскресенье, в понедельник к этим срокам. На текущий момент, если вы видите, в принципе, все товары есть в наличии в большинстве магазинах. Цены средние по Приволжью, несмотря на сезонное повышение, отмечают в профильном министерстве. Как только подоспеет новый урожай, стоит ждать снижения. Спрос рождает предложение. Повышенный спрос сокращает ассортимент. Возвращение товара на прилавок не означает, что его следует скупать в промышленных объемах. Чревато искусственно созданным дефицитом, очередным скачком цифр на ценнике, собственными необоснованными тратами и испортившимися залежами продуктов. Жара такая, что расплавится не только Дед Мороз. Например, синоптики в Москве уже пообещали повторение аномальной жары 2010 года. Но и у нас температура за 30 градусов продержится ближайшие две недели. Поэтому самым притягательным местом станет водоем. Вот такой открытый или, например, емкость с водой на даче тоже пригодится. Главное помнить, не стоит находиться на солнце. В период его пиковой активности это с 10 часов утра до 16 часов пополудни. Ну а после работы добро пожаловать на пляж. Можно искупаться, а можно вот просто промочить ножки. В воде и на суше обязателен головной убор. Стоит позаботиться и о коже. Средства от загара не будут лишними и в городской черте. Лучше всего в такую погоду носить светлую одежду из натуральных тканей. Жилище проветривать, если нет прямых солнечных лучей. Пересмотреть свой, пожалуйста, рацион. Нужно отдать предпочтение низкокалорийным продуктам. То есть это должны быть овощи, фрукты, нежирные сорта мяса. Ну и, конечно, лучше отдать предпочтение рыбе. А вот холодным сладким лакомством злоупотреблять не стоит, если вы не Дед Мороз из мультфильма. От перепада температуры организм испытывает стресс. Резкое охлаждение дыхательных путей может пагубно сказаться на самочувствии. Хотя совсем отказываться от мороженого не стоит. Тем более сейчас в магазинах большой выбор на любой вкус и кошелек. Не забывайте принимать прохладный душ. Так как процесс теморегуляции происходит путем потоотделения, поэтому необходимо увеличить количество жидкости. Это должна быть просто вода. Воды на магазинах-прилавках в жаркий сезон достаточно. Предвкушая спрос, торговые сети позаботились заранее. Тара разного объема и для ношения в сумке, и для дальней поездки. Перебоев нет, беспокоиться не надо. Мы видим другие примеры в Российской Федерации, где есть случаи ЧП, есть водой проблемы. То есть здесь пока, слава богу, нет. Заводы работают, контракты выполняются. Ассортимент наибогатейший. Учли все рекомендации, не забывайте еще одну. Купаться в необустроенных водоемах, особенно в малознакомых местах, не стоит. Людям с хроническими заболеваниями вовсе необходимо сократить время нахождения на жаре. Синоптики предупреждают, горячая пора обосновалась, возможно, до конца месяца. Антициклон занял позиции от Калининграда до Урала. К концу недели стоит ожидать 38-градусной температуры. Настолько мощное барическое образование, чтобы его разрушить, этот антициклон, нужны такие активные силы в атмосфере, пока их не наблюдается. И вот эта аномально жаркая погода привела к чрезвычайной пожарной опасности в лесах нашей области. В центральных районах она наблюдается, на остальной территории высокая пожарная опасность четвертого класса. В последний раз столь устойчивые высокие градусы наблюдались в 2010-м, ранее в 1998-м. Лето в самом разгаре буквально. Запасаемся терпением и водой. Кстати, мест для купания в Ульяновске может стать больше в планах городских властей обустроить три пляжа на Волжских и Свияжском берегах. Правда, успеют только к следующему лету, возможно, менее знойному. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73. Долгострой на Буинской в Ульяновске уже своеобразный символ не сбывшихся надежд и ожиданий. Этажность объекта росла вместе с амбициями компании-застройщика с 14 изначальных этажей до 24 на сегодняшний день. Когда деньги иссякли, объект замер. И, как итог, здание с высокой степенью готовности для жизни в нем непригодно до сих пор. Сегодня дом на Буинской проходит экспертизу, по итогам которой станет понятно, можно ли его достроить и сдать, или безопаснее снести, а дольщикам выплатить компенсацию. Лично мне, конечно, хотелось бы завершить это строительство. И тем более, такой это большой, огромный объект. Я думаю, в целом, такой памятник. Я бы не стал его, так скажем, сносить и так далее. Это очень дорогостоящая процедура и для бюджета области и для бюджета города. В случае одобрения достройки до полной сдачи объекта еще три года, но это уже финишная прямая. Все это время инициативная группа в прямом контакте с Фондом защиты прав дольщиков. Но на этом мотарство не заканчивается. Территория на такое количество квартир попросту не рассчитана. Застройка слишком плотная и продолжает уплотняться. У меня в договоре, честно, было 14 этажей. Это потом он без меня уже судился. В смысле, ему дали больше. А территория-то была та же? Ну вы сравните 14 этажей. Ну и, соответственно, 10 этажей на минус это нормально, как бы ощутимо. Ну понятно, когда покупали, была одна. Да, но потом, соответственно, получилось. Нас же уже потом не спрашивали. Сопутствующие вопросы за годы простоя наросли практически на каждый долгострой. В порядке очереди их необходимо решить. Первоочередная задача – сдать сами объекты. В регионе есть собственные механизмы, средства на достройку нескольких проблемных объектов, выделенные из бюджета. Но без федеральной поддержки все черные дыры строительства не закрыть. С помощью фонда завершится затянувшаяся история 10 проблемных домов. 9 уже по ним ведется работа. По 10 дому в июле будет принято решение. Это те дома, где застройщик признан банкротом. С нашей стороны софинансирование 20 с лишним миллиардов вкладывают фонд. Еще 19 домов пока на стадии банкротства компаний. Регион ищет инвесторов, готовых подхватить строительство. Ответный шаг – компенсация затрат из региональной казны и предоставление земли. Если вдруг еще дополнительная помощь нужна, мы еще объекты готовы рассмотреть. Тем более, если финансирование в полном объеме обеспечено. Важно, что не допускать появления новых проблемных объектов. Благодаря содействию фонда более 2300 ульяновцев получат жилье. Сегодня во всей стране примерно 159 тысяч обманутых дольщиков. В нашем регионе около 3000. Цифра замерла. Новых долгостроев на карте города не отмечено. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73. Я живу в уголом по улице, вообще никакого ремонта. Одни ямы. Вот такой. Когда будет порядок в городе? Транспорт плохо ходит. На улице кубардак. Вопросов нету. Посмотрим, как будет дальше работать. Все хорошо. Потому что последние события, которые проходят в нашем городе, он везде участвует. По-моему, активный. Мне кажется, будет все хорошо. Пока пусть поработает все-таки, проявляет себя. Он же новый человек. Будем надеяться, что его амбиции, его устремление и все-таки доверие власти позволят ему сделать нашу жизнь лучше. Есть снос по проспекту Нариманова. И вот в течение какого-то лет, хоть живет, там дома идут, общежития. И в каком времени это все произойдет. Я хотела бы задать ему вопрос лично, пока не готов сказать, какой именно. У меня много вопросов. Но если один, то я бы выбрала один. А к нему губернатору я буду относиться по его делам. Пока еще рано мне судить. Мне он лично понравился. Очень такой компанейский, элегантный. Со всеми разговаривает нормально. Один миллион гектаров звучит солидно, но на самом деле Ульяновская область считается малолесным субъектом огромной страны. Тем не менее лес у нас одна из базовых отраслей, которую помимо того, что активно развивают, так теперь еще не менее активно оцифровывают. На территории Ульяновской области подготовка к переходу в цифровое пространство лесного хозяйства началась более пяти лет тому назад. На сегодняшний день мы единственный субъект среди субъектов Приволжского федерального округа, кто имеет полный объем по лесоустройству. Есть чем гордиться. Ставим на лесо разведение и восстановление. Привлекаем профильных специалистов. 246 – знающих и практикующих. Следит за доверенными территориями, а это порядка четырех тысяч гектаров на каждого. Очень приятно отметить, что в текущей ситуации нам удалось практически выйти в ноль части вывоза и использования сырого леса. Даже кругляк вышли практически на стопроцентное использование переработки лесных ресурсов на территории региона. А коли так, вполне объяснимо проведение именно в Ульяновске Всероссийского лесного форума 2021. Обсуждают насущное, подводят итоги и строят планы по всем направлениям. Но цифра все-таки рулит. Потому как сулит максимальную прозрачность и предельную эффективность всех отраслевых процессов. Уже с 1 июля, то есть через 5 дней, все лесные декларации, отчеты, вся отчетность подается не бумажным и традиционным, а через портал обеспеченных муниципальных услуг. Это позволит избежать прямого взаимодействия, походов по разным кабинетам, разных намеков и досказанностей, а четко и предназначено подать все документы через личные кабинеты на порталах государственного услуга. Как цифровой пионер наш регион готов одним из первых. Новые технологии осваиваем с февраля этого года. Уже попривыкли, а значит третий федеральный закон в части правового регулирования лесных отношений реализуем по высшему уровню. Все услуги на виртуальных просторах бесплатны. За полгода 2021-го таким образом подано 10 профильных деклараций. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. 22 июня. Больше не нужно ничего объяснять. Самый длинный день в году, самый страшный день в истории нашей страны. Вспомнить павших почти живых. Миллионы свечей зажглись сегодня по всей России. Каждую семью в нашей стране коснулась Великой Отечественная. В Ульяновске у обелиска славы ранним утром руководство региона, города, депутаты, военные, волонтеры, поисковики и реконструкторы замерли со свечками в руках. Алексей Русских первым присовокупил к вечному огню частичку огня, зажженного от фронтовой блиндажной лампады. С 2020 года в России появилась и еще одна традиция – зажигать виртуальные свечи памяти. На сайте деньпамяти.рф любой желающий может зажечь электронную свечку памяти. Каждая зажженная свеча фондом память поколений увеличивается в размере одного рубля на помощь ветеранам боевых действий. Помощь родственникам павших на полях сражений, помощь всенародной совести оказывают поисковики. Ульяновское поисковое объединение «Крутояр» в этом году уже совершило две экспедиции к местам ожесточенных боев. Удалось поднять останки 20 бойцов. Подписной из них один. Повезло прочитать медальон из Алтайского края. Еще один человек вернется домой. Свой вклад в сохранение исторической правды вносят реконструкторы. Чтобы никто не мог сказать, так не было, они, изучая документы эпохи, показывают – так было. Чувствуется гордость за нашу страну, которая победила такого сильного, вооруженного, мощного врага. Их общий вклад в патриотическое воспитание, поддержание интереса к истории Отечества отметил глава региона. Вы молодцы, что вы не помните. Помнить вы это не можете. По крайней мере, вам это передали, наверное, ваши деды. Надо эту память хранить, чтобы такого никогда больше не было. Спасибо. 22 июня. Ровно в 4 часа. Позади 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Свечи памяти догорят, но каждый из нас будет помнить. И передаст эту память детям, внукам, правнукам. Показать олимпийскую символику в дни Олимпиады смогут только СМИ, имеющие права на трансляцию игр. Таковы правила МОК, о которых письменно уведомили нашу редакцию. По данным из открытых источников, к элитным на время символам относятся пять колец, лавровые ветви, медали, лозунги и логотипы конкретной Олимпиады. В нашем случае – токийской. Что делать, если на пьедестал зайдет спортсмен из Ульяновской области? Не совсем понятно. И не только нам. Если будет репортаж из Токио, то там все будет в символике. И сняться где-то на фоне серой стены, мне кажется, даже будет нелогично. Организаторы преследуют, наверное, какие-то свои цели. Может быть, коммерческие. Я этого не знаю. По мне, я пропагандист олимпийского движения без этих условностей. О хорошем надо говорить всегда и везде. Тем более, Олимпиады – это серьезно. 33 дня до Олимпиады осталось. У меня тело уже мурашками покрывается. Владимир Крылов – ульяновский спринтер. В 1987 году в Италии. Прибежал 200 метров, поставив национальный рекорд, не побитый до сих пор. Как и другие спортсмены, Крылов от МОКО в шоке и недоумении. Во всем должен быть смысл. Вообще, на всех движениях, в каких-то запретах. Есть ли смысл здесь? Я считаю, что смысла здесь никакого нет. Это просто как-то неправильно сделано. Вот вы смотрите, к примеру, какой-то репортаж, и вы даже не понимаете, что вы смотрите. Если нет какого-то логотипа с названием «Олимпийский», или, к примеру, чемпионеры, или там нет колец. И просто непонимание какое-то. С учетом того, что олимпийскими кольцами часто украшают спортивные сооружения, придется временно, как бранные слова или рекламу, убирать и их. Так же, как и сорные элементы в видео, размывая картинку в заданной области. Тем временем, спортсменам не до этого. Для них главное – участие и, безусловно, победа. На сегодняшний момент мы имеем стопроцентно два «Олимпионика» и четыре пара «Олимпионика». И Варя Баранова по гребле буквально на днях показала результат. И, по-моему, ее включили в запас. Вот прям днями будет решаться, включит Варвару Баранову в основной состав нашей сборной команды по гребле на байдарках или нет. Но уже минимум шесть ульяновцев поедут на игры в Токио. «Олимпиада» в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Она начнется 23 июля и закончится 8 августа. Несмотря на введенные Международным олимпийским комитетом требования, мы все ждем грандиозного события и обязательно покажем и расскажем о достижениях ульяновских спортсменов. Хотя бы и на фоне серой стены. «Мама, я боюсь!» – кричала трехлетняя девочка. Но мама без боязни свесила дочь с балкона шестого этажа, а затем вовсе выронила. Гибель малышки в Самаре всколыхнула всю Россию. На месте падения – стихийный мемориал. Игрушки и цветы. Сама горе-мать арестована пока на два месяца. Известно, что это уроженка Димитровграда, которая на момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения. ЧП случилось 8 июня, а буквально неделю назад Всемирная организация здравоохранения призвала к алкогольному табу всех женщин детородного возраста. Получается, с 18 до 45. Инициатива сразу вызвала широкий резонанс. Обсуждают в мире и нашем регионе. Считаю, что нельзя пить. Главное, чтобы запойтили, и это как-то действовало, чтобы закон выполнялся. Алкоголь – это, с одной стороны, даже хорошо. То есть, например, сердечно-сосудистые заболевания. Если употреблять алкоголь в разумных количествах, то, я думаю, это даже чем-то помогает организму. Определенные вины, они как раз-таки благоприятно влияют при различных болезнях. Например, красное вино для сердечно-сосудистых, белое – хорошо для желудочно-кишечного тратка. Должно через осознанность все быть. Женщине не должно хотеться его пить. А если запретят, захочет еще больше. Однако осознанностью у некоторых пациенток доктора Шадриной и не пахнет. Пахнет иным. И очень много у нас женщин, которые сейчас пьют. И даже приходят и спрашивают, я очень хочу, потому что я раньше пила. И безалкогольные напитки, они также коварные, потому что там даже минимальная доза этанола есть. И плюс канцерогенность – это краситель. Наталья Николаевна практикует 41 год и подтверждает, этанол влияет как на зачатие, так и развитие плода. Чреват на всех сроках и в любых количествах. При планировании беременности рекомендует мужчине отказаться от спиртного за 3 месяца до, женщине – за полгода. Если ж нет – неприглядный букет. Выкидыши, внутриутробные патологии, преждевременные роды. Возможно, и отсроченные по срокам проблемы. Маленькие ребятишки, и как бы мы их не видим, мы радуемся им. Как бы все хорошо, пляшут, играют. А вот подростковым вырисовывается картина. И самое страшное, что у них слабоумие. Именно воздействие на головной мозг. Энцефалопатия, и они очень плохо учатся в школе. И физически они очень мало развиты у нас. А может и вовсе не быть детей. По мнению медиков, алкоголизм – прямая дорога к бесплодию. Независимо от того, кто пьет – женщина или мужчина. Люди, которые курят, употребляют алкоголем, наркотиками, у них шанс наступления беременности в разы снижается. Второй фактор, который имеет большое значение – это возраст. Тогда почему же воз говорит только про слабый пол? Может, потому что у женщин слабее иммунитет к алкоголю, а женский алкоголизм почти неизлечим? Ну, в такую жару, если что-то и пить, то только воду или квас. Собственно, так оно и было еще две тысячи лет назад на Руси, когда при заключении супружеского союза оба – и муж, и жена – отказывались от алкоголя, независимо от того, произошло уже зачатие или нет. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего – безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 километров в час не страшно? Это те самые 10-15 километров, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. По данным сайта Гесметио, 28 июня в Ульяновске солнечно. Возможно, гроза. Небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью от 22 до 26 градусов, днем 32-36 выше нуля. В городе температура воздуха ночью плюс 23-25, днем 33-35 градусов. Ветер преимущественно южный – 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. По причине собственной беспечности большинство лесных пожаров произошли в регионе из-за местного населения. Около 60% пожаров в лесах Ульяновской области случились в этом году как раз-таки по причине неосторожного обращения с огнем жителей ближайших населенных пунктов. Такие данные представили в областном министерстве природы и цикличной экономики. Из 55 ликвидированных в текущем году лесных пожаров, 32 произошли по этой причине. И вот еще 19 стали результатом пала сухой травы, два случая засухих гроз и деятельности лесозаготовителей. Всего огонь повредил более 250 гектаров леса. В тушении приняли участие почти 800 человек и 308 единиц техники. Напомним, что из-за установившейся аномально жаркой погоды и особого противопожарного режима пребывание людей в лесах ограничено, разведение костров и проведение пожароопасных работ запрещено. Ну а далее в эфире рубрика «Это интересно». Филиал Ульяновского театра «Кукол» имени Валентины Леонтьевой. Пожалуй, в Димитрограде нет такого человека, который не слышал об этом учреждении культуры. Пять лет назад по инициативе регионального правительства в преддверии Нового года маленьким горожанам открыл свои двери театр «Кукол». Творческий сезон 2020-2021 года был непростым для всех сфер. Но, несмотря на ограничения, театр «Кукол» продолжал свою работу. В это время появились новые онлайн-проекты, направленные на общение со зрителями посредством связи. А также обновлялся репертуар театра. Несмотря на все перипетии, которые постигли не только наш театр, но и все театры мира, мы держались стойко. 1 сентября мы открыли официальный сезон и открыли, как всегда, премьерой, премьерным спектаклем «Носорог и жирафа» по пьесе Хорста Гюнтера. Это замечательный спектакль, его очень любят зрители, он очень яркий, эмоциональный. И в этом году, вернее, не в этом году, а в этом театральном сезоне этот спектакль у нас участвовал даже в фестивале «Лицидея-2021» и стал лауреатом. Не обошелся театральный сезон без участия режиссера из Санкт-Петербурга Никиты Шмедько. Димитровградские зрители помнят мастера по спектаклю «Гуси-лебеди». В этом сезоне под его руководством димитровградскому зрителю был подарен семейный спектакль по мотивам знаменитой русской народной сказки «Крошечка-хаврошечка». Этот театральный сезон запомнится горожанам не только традиционными детскими спектаклями. Одно из главных событий, которое у нас произошло в этом году, в конце сезона, в мае, к Дню Победы, состоялась премьера спектакля для взрослых. Это спектакль Марина Поли по пьесе Олега Багаева. Ну вот хочется про него сказать, что, наверное, для меня это была одна из самых сложных работ, потому что я выступаю там не только в качестве режиссера, художника, но еще и исполнителя, это моноспектакль. Но я думаю, что в новом сезоне публика нас будет посещать и будет смотреть этот спектакль. Также театральный сезон для Димитровградской труппы был насыщен участием в различных конкурсах и фестивалях. Приобретен бесценный опыт участия в мастер-классах от известных деятелей искусств. Это и образовательный форум «Рабочая лошадка. Лицедель 2021», а также международный театральный фестиваль «История государства российского, отечества и судьбы». Немало приятных сюрпризов будет подготовлено и в новом сезоне. Планируем встретить зрителя, как обычно, 1 сентября премьерным спектаклем «Аленький цветочек» по сказке Сергея Аксакова, нашего любимого Сергея Аксакова, на Новый год по щучьему велению. И, самое главное, мы продолжаем наращивать репертуар для взрослых. В октябре мы должны выпустить спектакль по пьесе Зощенко под названием «Свадьба». На сегодняшний день в репертуаре Димитровградского театра «Кукол» уже 18 спектаклей. В этом сезоне театр посетило порядка 10 тысяч зрителей. Новость от стилистов, которой очень бы хотелось прислушаться, всем модницам и мне в том числе, но задача эта невыполнимая. Комбинезон, говорят они, самая незаменимая вещь этого лета. А что, тебя смущает, Катя? Меня смущает жара. Легким наряд этот вот комбинезон, ну, в общем-то, вряд ли назовешь. Но вернемся к стилистам. Комбинезоны всегда были важной составляющей женского гардероба, что весьма закономерно. Чтобы выглядеть безупречно, не надо долго корпеть над образом. Дополняйте их любимой обувью, причем абсолютно любой, и украшениями, и наряд готов за три минуты. В этом году комбинезоны закономерно переживают очередную волну славы. Да, после локдауна модницы уже не хотят возвращаться к непрактичной одежде, а вот комбинезоны легко составят конкуренцию максимально комфортным джоггерам и свитшотам. Но при этом выглядят они более формально. Точно. И благодаря этому в комбинезоне легко можно отправиться по делам или на встречу с друзьями. Ну, а далее в эфире рубрика «Стиль». Доброе утро. Меня зовут Альбина Павлова. Я преподаватель спецдисциплины Ульяновского техникума, тростливых технологий и дизайна. Не секрет, что на протяжении многих лет уже рваные джинсы – это на пике моды и это популярно. Я сейчас вам покажу, как можно сделать рваные джинсы дома своими руками. Для этого нам понадобятся джинсы, ножницы и мел. Сейчас мы с вами намечаем место расположения наших разрезов на наших джинсах к мылу. Теперь для того, чтобы нам было удобнее разрезать джинсы, складываем поперёк и разрезаем ножницы. После того, как мы выполнили разрезы, мы должны их с вами размахать. Для этого мы просто терём джинсы. Продолжение следует... Сегодня мы с вами сделали дизайн наших джинсов. С вами была Альбина Павлова, преподаватель спецдисциплины Ульяновского техникума, тростливых технологий и дизайна. Доброе утро! И мы продолжаем. Андрей, сообщаю тебе и сообщаю нашим зрителям. 24 июня у нас открылась потрясающая, уникальная выставка под названием «Абрамцева в поисках русского стиля». Вот сегодня предлагаю об этом поговорить, потому что до 24 сентября она ждёт своего зрителя. Что там вас заинтересует, что там такого уникального? Об этом вот прямо сейчас. Гости расскажут, друзья. Но сегодня в гостях Лосева Валерия Игоревна, заместитель директора по музейной деятельности Ульяновского областного краеведческого музея и Митрофанова Елена Николаевна, заместитель директора по науке музея-заповедника Абрамцева. Доброе утро! Доброе утро! Вот такое вот, как у вас настроение, как просыпаетесь с утра? Просыпаемся с утра и, можно сказать, с удовольствием и с удовлетворением отправил на работу. Ну да, выставка открылась, можно вас поздравить с открытием. Да, наш проект состоялся. И мы партнёры давно с музеем Абрамцева. Нас связывает соглашение о сотрудничестве. И, собственно говоря, это позволило нам задуматься о том, каким образом мы здесь, в Ульяновске, можем отметить 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова. Я хочу напомнить нашим зрителям, что наш край, наряду с Башкирией, Оренбуржьим, Подмосковьем, тоже является одним из аксаковских мест, но на карте Российской Федерации, на карте России. Совершенно уникальный персонаж культуры российской, писатель и театральный критик, человек, который дорог нам изумительными рассказами, человек, который как бы ментально, он как бы... Олицетворял русского человека. Олицетворял русского человека. И он создал даже целое, я думаю, такое вот направление. Я не буду на территории Елены Николаевны забредать. Но одним словом я хочу сказать, что план, который мы задумали, ну, наверное, чуть больше года назад, он осуществлен в лучшем варианте. И уже сейчас мы можем сказать, что огромное спасибо нашим партнерам, потому что это очень щедрый подарок жителям нашего города. Год назад это было так долго готовили или все-таки пандемия наложила свой отпечаток? Нет, ну, это особенности нашего планирования. Так. Музейного. И будем все вам рассказывать. Ну, как? Ну, мы тоже планируем сначала. Потом отстаиваем свои проекты, потом их реализуем. Но все получилось ровно так, как мы хотели. Елена Николаевна, что добавить? Как сотрудничество? Сотрудничество замечательное. И вот это показало и сейчас непосредственная работа над созданием экспозиции. Мы, да, нашли, в общем-то, сразу общий язык с коллегами. Это важно, вот уже непосредственно работа. А предварительная работа, вот то, о чем говорил Валерия Игоревна, это, конечно, от сбора каждого экспоната. То есть мы привезли 64 вещи. То есть это, с одной стороны, это много или мало. Вот. Но это вот действительно такой сгусток вот этой жизни середины XIX века и конца XIX столетия. И то есть в данном случае, вот в этих 60-х вещах, каждая вещь, каждые предметы, они должны быть абсолютно на свою миссию. Они с чем связаны, да, вот эти... Сейчас я дальше скажу. И более того, они должны еще друг с другом разговаривать. То есть они вещи между собой разговаривают. И все они разговаривают с посетителями. Чтобы вот этот разговор состоялся, если он состоится, то просто это будет большое счастье. То есть это не одна история одного предмета, а предмет, история предмета вытекает в историю плавно друг. То есть это связано в какой-то степени с нашим музеем, потому что Абрамцева вообще можно назвать местом гениев. То есть есть гений-место, а вот это место гениев, поскольку оно связано действительно с творчеством выдающихся литераторов, художников. И прежде всего, конечно, с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, который владел Абрамцевым с 1843 года. В течение 17 лет семья его владела. И вот если Симбирская, Уфимская, это, так сказать, родовые места, вот родовая отчина Аксакова, то у нас это родина, где писатель... Это место, где писатель родился. Вот он как писатель. А мы должны помнить, что он писатель поздний. То есть он фактически начал писать 52 года. Ну, он был театральным критиком до этого. Но тем не менее, то есть у всех есть... Я к вопросу, о чем призываюсь? У всех есть возможности. Вот 52 года. Пишет первые работы. И это записки об Ужении. Вот, то есть слово сейчас такое не всем понятное. Вот это он был страстным рыбалом. Рыбаком таким, рыбаловым. Но он даже был ученый в какой-то степени, потому что он все это записывал. Он прекрасно знал повадки птиц, животных, рыб. Вот. И есть выражение Тургенева, что если бы господин Аксак... Если бы глухарь умел говорить, то он все равно бы не рассказал нам лучше, чем о нем рассказал господин Аксак. Здорово. А вот вещи как раз таки... Я все-таки нетерпения... То есть там мы видим партери Аксакова, партии Гоголя, который был частым гостем Аксакова, партии за членов семьи. Очень редкие издания. То есть первые прижизненные издания вот 50-х годов 19-го века. И опять же, у Аксакова была совершенно замечательная судьба. Он был писатель, которого сразу приняли. То есть на его произведение нет ни одной отрицательной рецензии. И его приняла публика. Но есть такой трогательный момент, что одна из его поклонниц, она прислала ему удочку из плетенных волос. Удочку из плетенных волос. Да-да. Вот леска, она... Она сохранилась. Да-да. Нет, она не сохранилась. Но это было модно. Это не единство. А в чем феномен его? Как вы думаете? Почему так легко приняли? Легко писал. Ну да. Да, это легко писал. Кстати, советую сейчас перечитать. Потому что это вот такая очень правильная русская литература. Причем он работает в такой переломный момент, когда идут реформы русского языка определенные. То есть складывается другой язык, в принципе, который мы сейчас помним. Но у него было идеально. Если вот люди... Я обращаюсь к людям старшего возраста. Если вы вспомните учебники по начальной школе, то вот там многие предложения, они составлены из произведений, из строчек Аксакова. Потому что это идеальный русский язык. И более того, были даже целые системы в конце 19 века, когда в гимназиях учились на произведениях Аксакова. И советская школа в какой-то степени это сохранилась. Ну, то есть это вне возраста литература Аксакова. Это вне возраста литература. Игла, а еще у него... Он совершенно был замечательный человек. Вот вся семья замечательная. Есть такое понятие даже «Аксаковская честность». Или говорили «честен как Аксакова». Как Аксакова. А это важно для художника, для писателя? Он как человек, это важно? Важно, конечно. Потому что это еще и литературные салоны. Это общение, которое тоже влияло. Это то, что несет человек. Конечно, да. Транслировать. Транслировать. То есть телевидения не было. Были литературные салоны, в частности. И еще такой момент. Это семья большая, очень дружная. То есть это эталонная такая семья. У них родилось 14 человек детей. Но до взрослого возраста жили 10 человек детей. Это такая большая семья. И вот идея, собственно, нашей выставки – это семья славянофилов. То есть они отстаивали национальную идею. И вообще, так сказать, вот эти понятия русской идеи, они идут оттуда. Вокруг этого выставка. Вокруг этого выставка. Последоваться ли это. Но не только Аксакова. Потом мы рассказываем о мамонтовском художественном кружке. То есть это меценат Савва Иванович Мамонтов. Это круг художников. И, соответственно, вот эта линия Аксаковская, она у нас развивается как шкатулка. Вот у нас выставка от Аксакова до Врубеля. И мы начинаем с Аксакова и заканчиваем Врубелем. То есть вершины в творчестве модерна. Вот. И это пейзажи можно видеть на выставке замечательных русских художников. У нас большая коллекция. Но мы отобрали вот не случайно у нас Аполлинарий Воснецов, Илья Остраухов, Василий Аполлинов, Константин Коровин. Вот Аполлинарий Воснецов, Илья Остраухов, Константин Коровин в какой-то... Они учились в Абрамце фактически. То есть они учились там в училище живописи военно-изучества. Но был такой замечательный художник Поленов. Вот. Он учил их и там. И в Абрамце вот шел такое обучение как бы. И вот мы видим эти пейзажные работы совершенно замечательные. Они изображают ту природу, которую Аксаков описал в своих литературных произведениях. Вот, собственно. Вот. Поэтому у нас тоже есть такая связь. А вот Валерия Регина говорила в начале нашей беседы, что около года длилась подготовка. А наверняка, ну, был же какой-то такой расчет. А вот все-таки кому наиболее эта выставка будет полезна, интересна, для кого она, собственно говоря, создавалась. Кому она адресована. Кому она адресована, для кого она актуальна, да. Ну, вы знаете, как бы тут можно двумя словами, если сказать, широким слоям общественности. Но вообще, конечно, тут еще такая страта отдельная выделяется, что при том, что у нас музей краеведческий, и мы занимаемся очень широкой тематикой, но в данном случае это очень такая значимая искусствоведческая выставка. И она очень важна. Эта выставка с точки зрения, я боюсь, не найду точные слова, да, она очень важна именно с точки зрения вот именно развития русской духовной мысли. Потому что, собственно говоря, говорящие названия ведь у выставки в поисках русского стиля. Елена Николаевна еще, как бы, может быть, мы перебили с вами, да, она не дошла, как бы, там еще шедевр, как бы, вот, поиск русского стиля, он осуществлялся. Костюмы декорации. Не только в литературе, да, не только в литературе, не только в живописи, но и в там, в малых архитектурных формах. И театр, наверняка. Мебель, театр, одежда. И вот это, через это все мы тоже проходим. И еще я хочу сказать, что вот даже отклик в нашей коллекции кое-какой мы нашли, потому что это на самом деле, это было широкое, это не, вот как я оцениваю, это был не квасной патриотизм. Нет, нет, нет. Это было действительно такое, тем более, что Россия тогда открыта была миру, да, и очень большое было культурное влияние западноевропейских стран. И вот это, как бы, ответ и возможности, как бы, сохранения русского стиля, как бы, в поиске русского стиля. И это, как бы, это замечательно, это очень актуальная мысль, что ли. Ну, естественно, для всех, конечно. Для всех, во все времена, потому что каждая нация, как бы, она живет за счет своей идентичности. Елена Николаевна, костюмы, декорации тоже одни из 64 предметов. Мебель, да. Мебель, да. То есть еще в чем уникальность Абрамца, я по поводу русского стиля тут немного, и по поводу Запада. Савва Иванович Мамонтов, он писал, что это Россия будет эталоном для Запада через какое-то время, и у нее нужно будет учиться. Ну, будем надеяться, что так будет. Вот, и у нас в Абрамце была, то есть художники не только творили свои произведения, но они творили еще среду, в которой они работают. То есть там появляются памятники архитектуры определенного стиля русского. И почему вот в данном случае нам был важен Ульяновск? Да. Потому что это город, в котором сохранился модерн, сохранилась вот эта культура. Вот, у нас такая национально-романтическая вид модерн, но здесь мы тоже видим ее элементы. Именно это, да. Да, то есть вот этот культурологический аспект выставки, он совершенно присутствует, и это тоже должно быть близко жителям Ульяновской области. Но не говоря о том, что действительно это такие замечательные шедевры. Я не потому, что я с этим работаю, а это по факту. Да, конечно, это правда, да. Да, и там еще есть произведение столярной мастерской. То есть каким образом создавалась эта современная мебель для того времени. Да, то есть художники, они исследовали крестьянское искусство, собирали крестьянские предметы и создавали мебель вот в новом стиле. Но по образцу вот этих крестьянских. И они писали о том, что нужно подхватить искусство, еще живущее в народе. И тогда это воспринималось. И это вот замечательные резные там столики у нас, стулья. Получился совершенно чудный интерьерный уголок, плюс пейзаж Остроухова, и городской костюм из Ульяновского музея. Стиль Алярус. Стиль Алярус. Это вот все как раз... И еще я хочу сказать о одном предмете из Ульяновского музея. Это Малютинская матрешка. Ведь с мамонтовской семьей связано еще рождение матрешки, на самом деле. И вот Малютинская матрешка, она как раз из коллекции Ульяновского музея. А у нас эскизы архитектурных памятников, мебели. А вот... Это действительно нужно так... Причем эта матрешка приехала к нам сюда уже в наше время из Франции от потомков Гончарова. Ну теперь я понимаю, почему целый год, конечно, создать эти переплетения историй... Здорово, здорово. Спасибо вам огромное. 20... до 24 сентября. Да, есть возможность. С огромным удовольствием. Спланировать свое время и получить огромное удовольствие. С удовольствием. Чувство, которое... Ну я уже вот могу передать не как профессионал, а как просто рядовой посетитель. Очень теплая высота. Ты как будто бы возвращаешься к себе домой. Спасибо вам большое. Просветание вам о вашей гигантской, уникальной работе. Друзья, напомним, что у нас в гостях сегодня были Лосева Валерия Игоревна, заместитель директора по музейной деятельности Ульяновского областного краеведческого музея, и Митрофанова Елена Николаевна, заместитель директора по науке музея-заповедника Абрамцева. Ну а мы двигаемся дальше. Андрей, скажи, пожалуйста, вот ты когда... Вот я, да, я когда стрессую, я заедаю конфеточку, там что-то, семечки где-то. А вот ты когда стрессуешь, вот заедаешь что-то, надо что-то поесть. Я даже не знаю, Катя, что исходное. Стресс, еда или еда, потом стресс от еды. В общем, да, да, случается такое. Случается. Так вот, для многих несистематичные перекусы привычный и доступный способ снять напряжение. Но если питание выстроено правильно, то заедать стресс вам не придется, говорят специалисты. Какие продукты помогают повысить стрессоустойчивость организма, рассказываем в подробностях. Вода. Первое, что нужно сделать в острой стрессовой ситуации, это выпить маленькими глотками стакан воды. Дело в том, что работа головного мозга зависит от достаточного количества жидкости в организме. Восполняя ее дефицит, мы помогаем ему функционировать. Ну, а также можно выпить некрепкий зеленый чай или травяные чаи, например, из мяты, мелисы, ромашки. Но здесь важно, друзья, помнить, что у каждого растения есть свои показания и противопоказания. Зелень – это следующий продукт. Для укрепления нервной системы важны витамины группы В, поэтому нужно обязательно включить в рацион богатые иные продукты. Но еще, конечно, ешьте овощи зеленого цвета. Шпинат, листовой салат, белокочанную капусту, брокколи, фасоль, сельдерей. В петрушке, укропе, кинзе содержатся эфирные масла, которые улучшают настроение. Ну, разговор о лучших продуктах против стресса продолжим завтра, а далее в эфире рубрика ЗОЖ. Доброе утро! С вами Оксана Галеева, руководитель студии Yoga Life, инструктор и преподаватель женских практик йоги. На улице тепло, скоро мы снимем верхнюю одежду, останемся в одних купальниках, поэтому так актуален вопрос хорошей фигуры, подтянутого тела. Мы это можем, конечно же, достичь с помощью правильного питания, соблюдения режима сна и питьевого режима. Ну и, конечно же, при помощи тренировок. У всех они разные, но даже йога приносит свой положительный эффект. Сегодня я хочу вам показать прекрасное упражнение, которое будет способствовать красивой вашей талии и улучшению работы кишечника. Почему? Потому что если будет ваша брюшная полость и внутри все функционировать правильно, своевременно усваивать и выводить, то никаких лишних отложений на вашем теле оставаться не будет. Итак, делаем вместе практика сарванга-пушти. Широко расставив ноги и наши стопы по диагонали, где-то 45 градусов. Первое, мы подготовимся к этой практике. Мы вырастаем вверх и подтягиваем на себя область лобковой кости и тазовой чаши. Не провисаем, не расслабляем пресс и не оттягиваем назад ягодицы, то есть держим нейтральную позицию и вытянутую поясничную область. Ручки через стороны мы поднимаем вверх, соединяем на мосты и пока просто пробуем наклоны в одну сторону и наклоны в другую сторону. Главное при этих наклонах чувствовать, что у вас не заваливается тазовая чаша и вы остаетесь как маятник, а работать словно между двумя параллельными стенами. Что мы делаем дальше? Ручки разъединяем, поворачиваем друг к другу в тыльную сторону ладоней, соединяем и начинаем уходить в тот же наклон в одну сторону, возвращаемся, ручки меняем и уходим в другую сторону. Иногда на своих практиках я наблюдаю, что даже делать это упражнение становится усложнением для многих, потому что здесь еще работает межполушарное взаимодействие. После этого мы еще усложняем. Мы уходим вниз в наклон, наклоняемся к ноге руками и поднимаемся в положение исходное и возвращаемся. Самое главное нам здесь не уходить тазом, не наклоняться всем телом, работает только вверх, тазовая чаша остается. Мы чувствуем вытяжение с поясничной зоны, линии талии и раскрытие грудного отдела. Это упражнение мы должны делать 10-20, а то и больше повторов. И вы почувствуете заряд бодрости и подтягивание своей фигуры 100%. Я желаю вам хорошего дня и оставаться всегда на позитиве. Черный список. В области собрали данные по аварийным мостам и путепроводам. В ближайшие два года их будут проводить в порядок благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сумма вопроса почти 2,5 миллиарда рублей. Средства из федерального бюджета. На автодорогах областного и местного значения эксплуатируется 713 искусственных сооружений. 359 на территории Уленовской области и 354 на территории муниципальных образований, уточняет в профильном министерстве. Регион готов к реализации нового направления мосты и путепроводы, которые стартуют в 2022 году. Собраны данные об аварийных и предаварийных мостах и путепроводах. Разработана проектно-сметная документация на 9 объектов. И главное, получено заключение положительной экспертизы. Так, в 2023 году планируется капитально отремонтировать 11 объектов. О главном расскажем далее. Сначала было жарко, но купаться нельзя. Пляжный сезон не открыт. Затем похолодало в аккурат к 1 июня. Пожалуйста, купайтесь на здоровье. Потом стало тепло, но Роспотребнадзор обнаружил загрязнение и опять запретил водные процедуры. Сегодня на улице плюс 30 и все бы хорошо. Сезон открыли, пляжи благоустроили, купаться разрешили. Но в воде опять практически никого. На этот раз из-за водорослей. От зеленой Волги досталось всем. И желающим искупаться, и загорающим, и даже рыбакам. Утречка. Хороший день для рыбалки. Как говорят рыбаки, хорошо, когда зелень в кармане с портретами американских президентов. И плохо, когда в воде. Скажите, вот при зелени в воде, при полынном цвете, как оно ловится у вас? Вообще воняет. Прямо невозможно этот Волга. А рыба не клюет вообще. Волга зацвела, и рыба пропала тоже. Все. Рыбы нету. Редко там кто-нибудь поймает одну, две. За целый день. Некоторые ночуют, а толку нету никакого. Как вообще зеленая Волга сказывается на клеве? Хуже, лучше, так же? Мне кажется, хуже. Цветет и пахнет, родная река. В этом году из-за жары раньше, чем обычно. Рыбаки говорят, что приходят на изрубленное место просто по привычке отдохнуть. Хоть рыбы практически нет. Жалуются на те самые сине-зеленые водоросли. Это из-за них такой скудный улов. Во время бурного цветения рыба становится капризной. Набивающаяся в жабры зелень затрудняет дыхание у подводных обитателей, что сразу сказывается на клеве. Страдают все, не только рыбаки и рыба. На пляже только загорать. Купаться невозможно. Водоросли на коже, в волосах, на плавках и купальниках. Если рядом есть душевые кабины, рискнуть можно. Но мало кто решается. Фотограф, запечатливая личность. А это вы от этой, от воды от той отмываетесь? Или просто охлаждаетесь? Не то, что от воды. Это просто здесь прохладно. И вода уже, во-первых, она не бодрит. А во-вторых, сейчас зелень пришла. Видимо, прям течение какое-то сегодня. Видимо, где-то плотину там открыли. И создается такой вдоль берег течение. Сносит прям. А вы пробовали купаться в зелени? Нет, в зелени не рекомендую. А почему? Это чем-то опасно может быть? Опасно? Ну, просто не единично. Зачем? Сначала вода зеленеет. Потом эта зелень густеет до желеобразного состояния. Дальше биомасса начинает гнить и источать миазмы. То есть, для волжанина цветение это в первую очередь неприятный элемент жизненного пространства. Невозможность воспользоваться близостью к водоемам. Как следствие, необходимость искать другое место для отдыха. Отныне варианты будут. Вместо одного пляжа станет целых четыре. Задача городской власти параллельно вести благоустройство прибрежных полос, направляя для этого не только бюджетные средства, но и, возможно, привлекая вложения частных инвесторов. В планах на ближайшую перспективу следующий год создать на котловании в районе поселка Борьба, на старом Свежском пляже на улице Минаева и на берегу Волги в Заволжье, условия для комфортного и безопасного отдыха граждан. Ульяновск – город на двух реках, по факту, пока с одним разрешенным местом для купания. Местные жители к этому привыкли, однако положение дел в ближайшее время изменится, заявляют в профильном министерстве. Были проведены изыскательские работы по реке Свияга. Это от поселка Волопаевка до Минаевского моста. Это будет в первую очередь расчистки. Значит, нашли ил, глубина залегания от 3,5 до 7 метров. Вот это все с реки мы должны вычистить однозначно. Все работы запланированы на 2022 год. В плане купания лета 2021 как-то не сдалось с самого начала. Многие так и не успели поплавать, в полной мере ощутить все прелести этого жаркого времени года. Но будущее выглядит оптимистично. Уже через год в Ульяновске для жителей оборудуют шезлонги, душевые, спортплощадки, качественные подъездные пути, налаженное транспортное сообщение. Завезут чистый песок и очистят дно. И, наконец-то, уберут надоевшие аншлаги с надписями «Купаться запрещено». Россияне назвали оптимальную сумму дохода для достойной жизни. Ну, вот для этой самой достойной жизни россиянам хватило бы зарплаты в 50-80 тысяч рублей. И при этом около трети опрошенных недовольны своими доходами. Еще 11% россиян хватило бы для этого менее 50 тысяч рублей. 28% опрошенных назвали достойным доходом 80-120 тысяч рублей в месяц на человека. 15% хватило бы от 120 до 200 тысяч в месяц. Еще 9% чувствовали бы себя максимально комфортно лишь с ежемесячным поступлением на карточку средств свыше 200 тысяч рублей. При этом многие подрабатывают, чтобы приблизиться к заветной цифре. 70% граждан готовы искать подработку и разовый заработок, и каждый десятый уже подрабатывает. Еще 10% отказались от такого вида заработка, поскольку не нуждаются. А вот оставшиеся 10% участников опроса слишком много сил тратят на основную работу. Поэтому времени на подработку у них не остается. И, конечно, времени на то, чтобы расслабиться и отпустить тяжелые мысли, тоже у них нет. Но в ближайшие 4 минуты мы с вами можем это сделать, потому что в эфире психолог Светлана Артамонова. Доброе утро! С вами психолог Светлана Артамонова. Сегодня мы поговорим о позитивном и негативном мышлении. Есть такое интересное метафорическое сравнение, когда людей делят на людей мух и людей пчел. Вот если муха будет лететь там, где с одной стороны будут расти цветы, а с другой стороны стоять мусорная помойка, то она обратит внимание на мусорную помойку. А если пчела будет лететь, она увидит красивые цветы и не заметит помойку, и будет наслаждаться цветочным нектаром. Точно так же и люди. Когда они проходят мимо каких-то ситуаций, кто-то обращает внимание на плохое, а кто-то обращает внимание на хорошее. Люди с негативным мышлением, то есть люди-мухи, они являются пессимистами. Люди с положительным мышлением, то есть люди-пчелы, они являются оптимистами. Пессимисты отличаются тем, что они фокусируют свое внимание только на недостатках чего-либо. Оптимисты, наоборот, выделяют достоинства, и они видят преимущества. Пессимисты зря тратят свое время. Они тратят его впустую, иногда на какие-то переживания, иногда на какие-то размышления о неприятных темах. Оптимисты, наоборот, планируют свое время, занимают его интересными и важными для себя событиями. Пессимисты закрыты к общению, не желают строить новые отношения и часто вступают в конфликты и скандалы. А оптимисты, наоборот, открыты к общению, активно заводят новые знакомства, получают новую информацию. У пессимистов есть свой круг пессимистический. Когда что-то происходит, он начинает искать виноватых, находит этих виноватых, обвиняет, создает конфликт. И так повторяется вновь и вновь. Оптимисты, наоборот, открыты к внешнему миру. Они с удовольствием усваивают новую полезную для себя информацию. И когда они усваивают эту информацию, у них крепчает разум. И, соответственно, в крепком разуме и в крепкой силе духа мы способны принимать разумные для себя решения, которые качественно могут улучшить нашу жизнь. Поэтому стремитесь всегда к тому, чтобы стать человеком-пчелой. Замечайте хорошее вокруг себя. Никто, кроме вас, не создаст среду вокруг вас самих же. Окружайте себя красивыми вещами, приятными людьми, интересными, с которыми вам интересно и приятно общаться. И фильтруйте информацию, которую вы получаете. Иногда мы смотрим телевизор фоном, а там идут какие-то неблагоприятные для нас новости или неприятные сюжеты. Это тоже влияет на наше ум и настроение. Поэтому окружайте себя красивыми вещами, красивыми людьми, и ваша жизнь перейдет на иной, качественно новый, лучший для вас уровень. С вами была психолог Светлана Артамонова. Всего вам доброго. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Я сегодня только очнулась, но нигде могла менять. Очнулись и начали искать. Обошли все ближайшие магазины и не нашли важный ингредиент для домашней кухни. Уже несколько дней ульяновцы охотятся на морковь, но добыть овощи удается далеко не всем. Мыть или не мыть – вот в чем вопрос. На овощных прилавках продуктовых магазинов у покупателей всегда был выбор взять более дешевую морковку немытую или отдать предпочтение более дорогой обработанной. Но в этом году ситуация складывается так, что из продажи сначала исчез необработанный корнеплод, а затем начала медленно, но верно, исчезать и альтернатива. Осталось на рынке, но цены кусаются. В среднем 130 рублей за килограмм. Вот скажите, пожалуйста, а почему такая разница? Немытая морковка – 100 рублей, а мытая? Это старая. Это старая. Молодая вот эта. А вообще новый-то привоз есть? Да, это привоз, как раз оттуда. С Тарсадары. Наше место нет. Стоит жара, ничего не растет. Из-за аномально высокой температуры в заволжских районах области почвенная засуха. Несладкая и остальным. И картошка тоже самая. И с картошкой тоже самая? Ну, она взошла, она не растет. Потому что жарко. Жарко. Все поливает, целыми днями поливает. Надо поливать, поливать. А воды, кстати, мало. Мы же из колодца колодочной воды поливаем. А в колодце уровень воды маленький, и в колодце воды мало. Да, действительно, в регионе установилась жаркая погода, и уже не в первый раз. Но я хочу сказать, что овощная группа, борщевая группа и картофель у нас выращиваются в области на поливе. То есть, система мелиорации есть во всех предприятиях, которые занимаются выращиванием овощей, борщевой группы и картофеля. Если наличие товара на рыночных прилавках в первую очередь забота самих продавцов, отпускающих продукт своего хозяйства, то наполнение прилавков магазинных напрямую зависит от поставок. Перебои в логистике из-за коронавирусных ограничений сказались и на предложении, и на цене. Однако сетевики к концу недели мобилизовались. На текущий момент ситуация по овощам стабилизируется. Был некий сбой, потому что был повышен спрос. Люди покупали больше товаров борщевая группа. На текущий момент у нас стабилизируются все, кроме моркови. Морковь ожидаемая где-то в воскресенье, в понедельник этим сроком. На текущий момент, если вы видите, в принципе, все товары есть в наличии в большинстве магазинах. Цены средние по Приволжью. Несмотря на сезонное повышение, отмечают в профильном министерстве. Как только подоспеет новый урожай, стоит ждать снижения. Спрос рождает предложение. Повышенный спрос сокращает ассортимент. Товара на прилавок не означает, что его следует скупать в промышленных объемах. Чревато искусственно созданным дефицитом, очередным скачком цифр на ценнике, собственными необоснованными тратами и испортившимися залежами продуктов. Лето хотел посмотреть, а ничего не вижу. Жара такая, что расплавится не только Дед Мороз. Например, синоптики в Москве уже пообещали повторение аномальной жары 2010 года. Но и у нас температура за 30 градусов продержится ближайшие две недели. Поэтому самым притягательным местом станет водоем. Вот такой открытый или, например, емкость с водой на даче тоже пригодится. Главное помнить, не стоит находиться на солнце. В период его пиковой активности это с 10 часов утра до 16 часов пополудни. Ну а после работы добро пожаловать на пляж. Можно искупаться, а можно вот просто промочить ножки. В воде и на суше обязателен головной убор. Стоит позаботиться и о коже. Средства от загара не будут лишними и в городской черте. Лучше всего в такую погоду носить светлую одежду из натуральных тканей. Жилище проветривать, если нет прямых солнечных лучей. Пересмотрите свой, пожалуйста, рацион. Нужно отдать предпочтение низкокалорийным продуктам. То есть это должны быть овощи, фрукты, нежирные сорта мяса. Ну и, конечно, лучше отдать предпочтение рыбе. А вот холодно-сладким лакомством злоупотреблять не стоит, если вы не Дед Мороз из мультфильма. От перепада температуры организм испытывает стресс. Резкое охлаждение дыхательных путей может пагубно сказаться на самочувствии. Хотя совсем отказываться от мороженого не стоит. Тем более сейчас в магазинах большой выбор на любой вкус и кошелек. Не забывайте принимать прохладный душ. Так как процесс теморегуляции происходит путем потоотделения, поэтому необходимо увеличить количество жидкости. Это должна быть просто вода. Воды на магазинах-прилавках в жаркий сезон достаточно. Предвкушая спрос, торговые сети позаботились заранее. Тара разного объема и для ношения в сумке, и для дальней поездки. Перебоев нет, беспокоиться не надо. Мы видим другие примеры в Российской Федерации, где есть случаи ЧП, есть водой проблемы. То есть здесь пока, слава богу, нет. Заводы работают, контракты выполняются, ассортимент наибогатейший. Учли все рекомендации, не забывайте еще одну. Купаться в необустроенных водоемах, особенно в малознакомых местах, не стоит. Людям с хроническими заболеваниями вовсе необходимо сократить время нахождения на жаре. Синоптики предупреждают, горячая пора обосновалась, возможно, до конца месяца. Антициклон занял позиции от Калининграда до Урала. К концу недели стоит ожидать 38-градусной температуры. Настолько мощное барийское образование, чтобы его разрушить, этот антициклон, нужны такие активные силы в атмосфере, пока их не наблюдается. И вот эта аномально жаркая погода привела к чрезвычайной пожарной опасности в лесах нашей области. В центральных районах она наблюдается, на остальной территории высокая пожарная опасность четвертого класса. В последний раз столь устойчивые высокие градусы наблюдались в 2010-м, ранее в 1998-м. Лето в самом разгаре буквально. Запасаемся терпением и водой. Кстати, мест для купания в Ульяновске может стать больше в планах городских властей обустроить три пляжа на Волжских и Свиярском берегах. Правда, успеют только к следующему лету, возможно, менее знойному. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я уже в уголом по улице вообще никакого ремонта. Огни ямы. Вот такой. Когда будет порядок в городе? Транспорт плохо ходит. На улице бардак. Вопросов нету. Посмотрим, как будет дальше работать. Все хорошо, потому что последние события, которые проходят в нашем городе, он везде участвует. По-моему, активный. Мне кажется, будет все хорошо. Пока пусть поработает все-таки, проявляет себя. Он же новый человек. Будем надеяться, что его амбиции, его устремление и все-таки доверие власти позволят ему сделать нашу жизнь лучше. Есть снос по проспекту Нариманово. И вот в течение какого-то лет, хоть живет, там дома идут, общежития. И в каком времени это все произойдет. Я хотела бы задать ему вопрос лично, пока не готов сказать, какой именно. У меня много вопросов. Но если один, то я бы выбрала один. А к новому губернатору я буду относиться по его делам. Пока еще рано мне судить. Мне он лично понравился. Очень такой компанейский, элегантный. Со всеми разговаривает нормально. Один миллион гектаров. Звучит солидно, но на самом деле Ульяновская область считается малолесным субъектом огромной страны. Тем не менее, лес у нас одна из базовых отраслей, которую помимо того, что активно развивают, так теперь еще не менее активно оцифровывают. На территории Ульяновской области подготовка к переходу в цифровое пространство лесного хозяйства началась более пяти лет тому назад. На сегодняшний день мы единственный субъект среди субъектов Приволжского федерального округа, кто имеет полный объем по лесоустройству. Есть чем гордиться. Ставим на лесо разведение и восстановление. Привлекаем профильных специалистов. 246 – знающих и практикующих. Следит за доверенными территориями. А это порядка 4 тысяч гектаров на каждого. Очень приятно отметить, что в текущей ситуации нам удалось практически выйти в ноль части вывоза и использования сырого леса. Даже к рублякам мы вышли практически на 100% использования переработанных отраслей лесных ресурсов на территории региона. А коли так, вполне объяснимо проведение именно в Ульяновске Всероссийского лесного форума 2021. Обсуждают насущное, подводят итоги и строят планы по всем направлениям. Но цифра все-таки рулит. Потому как сулит максимальную прозрачность и предельную эффективность всех отраслевых процессов. Уже с 1 июля, то есть через 5 дней, все лесные декларации, отчеты, вся отчетность подается не в бумажном виде традиционном, а через порталы государственных муниципальных услуг. Это позволит избежать прямого взаимодействия, походов по разным кабинетам, разных намеков и досказанностей, а четко и предназначено подать все документы через личные кабинеты на порталах государственных услуг. Как цифровой пионер наш регион готов одним из первых. Новые технологии осваиваем с февраля этого года. Уже попривыкли, а значит третий федеральный закон в части правового регулирования лесных отношений реализуем по высшему уровню. Все услуги на виртуальных просторах бесплатны. За полгода 2021-го таким образом подано 10 профильных деклараций. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Показать олимпийскую символику в дни Олимпиады смогут только СМИ, имеющие права на трансляцию игр. Таковы правила МОК, о которых письменно уведомили нашу редакцию. По данным из открытых источников, к элитным на время символам относятся пять колец, лавровые ветви, медали, лозунги и логотипы конкретной Олимпиады. В нашем случае токийской. Что делать, если на пьедестал зайдет спортсмен из Ульяновской области? Не совсем понятно. И не только нам. Если будет репортаж из Токио, то там все будет в символике. И сняться где-то на фоне серой стены, мне кажется, даже будет нелогично. Организаторы преследуют, наверное, какие-то свои цели. Может быть, коммерческие. Я этого не знаю. По мне, я пропагандист олимпийского движения без этих условностей. О хорошем надо говорить всегда и везде. Тем более, Олимпиады это серьезно. 33 дня до Олимпиады осталось. У меня тело уже мурашками покрывается. Владимир Крылов – ульяновский спринтер. В 1987 году в Италии. Прибежал 200 метров, поставив национальный рекорд, не побитый до сих пор. Как и другие спортсмены, Крылов от МОКО в шоке и недоумении. Во всем должен быть смысл. Вообще, на всех движениях, в каких-то запретах. Есть ли смысл здесь? Я считаю, что смысла здесь никакого нет. Это просто как-то неправильно сделано. Вот вы смотрите, к примеру, какой-то репортаж, и вы даже не понимаете, что вы смотрите. Если нет какого-то логотипа с названием «Олимпийский», или, к примеру, чемпионеры, или там нет колец. И просто непонимание какое-то. С учетом того, что олимпийскими кольцами часто украшают спортивные сооружения, придется временно, как бранные слова или рекламу, убирать и их. Так же, как и сорные элементы в видео, размывая картинку в заданной области. Тем временем, спортсменам не до этого. Для них главное – участие и, безусловно, победа. На сегодняшний момент мы имеем стопроцентно два «Олимпионика» и четыре пара «Олимпионика». И Варя Баранова по гребле буквально на днях показала результат. И, по-моему, ее включили в запас. Вот прям днями будет решаться, включит Варвару Баранову в основной состав нашей сборной команды по гребле на байдарках или нет. Но уже минимум шесть ульяновцев поедут на игры в Токио. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Она начнется 23 июля и закончится 8 августа. Несмотря на введенные Международным Олимпийским комитетом требования, мы все ждем грандиозного события. И обязательно покажем и расскажем о достижениях ульяновских спортсменов. Хотя бы и на фоне серой стены. «Мама, я боюсь!» – кричала трехлетняя девочка. Но мама без боязни свесила дочь с балкона шестого этажа, а затем вовсе выронила. Гибель малышки в Самаре всколыхнула всю Россию. На месте падения – стихийный мемориал. Игрушки и цветы. Сама горе-мать арестована пока на два месяца. Известно, что это уроженка Димитровграда, которая на момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения. ЧП случилось 8 июня, а буквально неделю назад Всемирная организация здравоохранения призвала к алкогольному табу всех женщин детородного возраста. Получается, с 18 до 45. Инициатива сразу вызвала широкий резонанс. Обсуждают в мире и нашем регионе. Считаю, что нельзя пить. Главное, чтобы запойтили, и это как-то действовало, чтобы закон выполнялся. Алкоголь – это, с одной стороны, даже хорошо. То есть, например, сердечно-сосудистые заболевания. Если употреблять алкоголь в разумных количествах, то, я думаю, это даже чем-то помогает организму. Определенные вины, они как раз-таки благоприятно влияют при различных болезнях. Например, красное вино для сердечно-сосудистых, белое – хорошо для желудочно-кишечного тратка. Должно через осознанность все быть. Женщине не должно хотеться его пить. А если запретят, захочет еще больше. Однако осознанностью у некоторых пациенток доктора Шадриной и не пахнет. Пахнет иным. И очень много на женщин, которые сейчас пьют. И даже приходят и спрашивают, я очень хочу, потому что я раньше пила. И безалкогольные напитки, они также коварные, потому что там даже минимальная доза этанола есть. И плюс канцерогенность – это краситель. Наталья Николаевна практикует 41 год и подтверждает, этанол влияет как на зачатие, так и развитие плода. Чреват на всех сроках и в любых количествах. При планировании беременности рекомендует мужчине отказаться от спиртного за 3 месяца до, женщине – за полгода. Если ж нет – неприглядный букет. Выкидыши, внутриутробные патологии, преждевременные роды. Возможно, и отсроченные по срокам проблемы. Маленькие ребятишки, и как бы мы их не видим, мы радуемся им. Как бы все хорошо, пляшут, играют. А вот подростковым вырисовывается картина. И самое страшное, что у них слабоумие. Именно воздействие на головной мозг. Энцефалопатия, и они очень плохо учатся в школе. И физически они очень мало развиты у нас. А может и вовсе не быть детей. По мнению медиков, алкоголизм – прямая дорога к бесплодию. Независимо от того, кто пьет – женщина или мужчина. Люди, которые курят, злоупотребляют алкоголем, наркотиками, у них шанс наступления беременности в разы снижается. Второй фактор, который имеет большое значение – это возраст. Тогда почему же воз говорит только про слабый пол? Может, потому что у женщин слабее иммунитет к алкоголю, а женский алкоголизм почти неизлечим? Ну, в такую жару, если что-то и пить, то только воду или квас. Собственно, так оно и было еще две тысячи лет назад на Руси, когда при заключении супружеского союза оба – и муж, и жена – отказывались от алкоголя, независимо от того, произошло уже зачатие или нет. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего – безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. По данным сайта Гесметио, 28 июня в Ульяновске солнечно. Возможно, гроза, небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью от 22 до 26 градусов, днем 32-36 выше нуля. В городе температура воздуха ночью плюс 23-25, днем 33-35 градусов. Ветер преимущественно южный – 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. По причине собственной беспечности. Большинство лесных пожаров произошли в регионе из-за местного населения. Около 60% пожаров в лесах Ульяновской области случились в этом году как раз-таки по причине неосторожного обращения с огнем жителей ближайших населенных пунктов. Такие данные представили в областном министерстве природы и цикличной экономики. Из 55 ликвидированных в текущем году лесных пожаров, 32 произошли по этой причине. А вот еще 19 стали результатом пала сухой травы, два случая засухих гроз и деятельности лесозаготовителей. Всего огонь повредил более 250 гектаров леса. В тушении приняли участие почти 800 человек и 308 единиц техники. Напомним, что из-за установившейся аномально жаркой погоды и особого противопожарного режима пребывание людей в лесах ограничено, разведение костров и проведение пожароопасных работ запрещено. Ну а далее в эфире рубрика «Это интересно». Филиал Ульяновского театра «Кукол» имени Валентины Леонтьевой. Пожалуй, в Диметрограде нет такого человека, который не слышал об этом учреждении культуры. Пять лет назад по инициативе регионального правительства в преддверии Нового года маленьким горожанам открыл свои двери театр «Кукол». Творческий сезон 2020-2021 года был непростым для всех сфер. Но, несмотря на ограничения, театр «Кукол» продолжал свою работу. В это время появились новые онлайн-проекты, направленные на общение со зрителями посредством связи. А также обновлялся репертуар театра. Несмотря на все перипетии, которые постигли не только наш театр, но и все театры мира, мы держались стойко. 1 сентября мы открыли официальный сезон и открыли, как всегда, премьерой, премьерным спектаклем «Носорог и жирафа» по пьесе Хорста Гюнтера. Замечательный спектакль, его очень любят зрители, он очень яркий, эмоциональный. И в этом году, вернее не в этом году, а в этом театральном сезоне, этот спектакль у нас участвовал даже в фестивале «Лицидея-2021» и стал лауреатом. Не обошелся театральный сезон без участия режиссера из Санкт-Петербурга Никиты Шмедько. Димитроградские зрители помнят мастера по спектаклю «Гуси-лебеди». В этом сезоне под его руководством димитроградскому зрителю был подарен семейный спектакль по мотивам знаменитой русской народной сказки «Крошечка-хаврошечка». Этот театральный сезон запомнится горожанам не только традиционными детскими спектаклями. Одно из главных событий, которое у нас произошло в этом году, в конце сезона, в мае, к Дню Победы, состоялась премьера спектакля для взрослых. Это спектакль Марина Поля по пьесе Олега Багаева. Ну вот хочется про него сказать, что, наверное, для меня это была одна из самых сложных работ, потому что я выступаю там не только в качестве режиссера, художника, но еще и исполнителя, это моноспектакль. Но я думаю, что в новом сезоне публика нас будет посещать и будет смотреть этот спектакль. Также театральный сезон для димитроградской труппы был насыщен участием в различных конкурсах и фестивалях. Приобретен бесценный опыт участия в мастер-классах от известных деятелей искусств. Это и образовательный форум «Рабочая лошадка» и «Лицедель-2021», а также Международный театральный фестиваль «История государства российского, отечества и судьбы». Немало приятных сюрпризов будет подготовлено и в новом сезоне. Планируем встретить зрителя, как обычно, 1 сентября, премьерным спектаклем «Аленький цветочек» по сказке Сергея Аксакова, нашего любимого Сергея Аксакова, на Новый год по щучьему велению. И, самое главное, мы продолжаем наращивать репертуар для взрослых. В октябре мы должны выпустить спектакль по пьесе Зощенко под названием «Свадьба». На сегодняшний день в репертуаре Димитровградского театра «Кукол» уже 18 спектаклей. В этом сезоне театр посетило порядка 10 тысяч зрителей. Новость от стилистов, которой очень бы хотелось прислушаться, всем модницам и мне в том числе, но задача эта невыполнимая. Комбинезон, говорят они, самая незаменимая вещь этого лета. А что, тебя смущает, Катя? Меня смущает жара. Легким наряд этот вот комбинезон, ну, в общем-то, вряд ли назовешь. Но вернемся к стилистам. Комбинезоны всегда были важной составляющей женского гардероба, что весьма закономерно. Чтобы выглядеть безупречно, не надо долго корпеть над образом. Дополняйте их любимой обувью, причем абсолютно любой, и украшениями. И наряд готов за три минуты. В этом году комбинезоны закономерно переживают очередную волну славы. Да, после локдауна модницы уже не хотят возвращаться к непрактичной одежде, а вот комбинезоны легко составят конкуренцию максимально комфортным джоггерам и свитшотам. Но при этом выглядят они более формально. Точно. И благодаря этому в комбинезоне легко можно отправиться по делам или на встречу с друзьями. Ну, а далее в эфире рубрика «Стиль». Доброе утро! Меня зовут Альбина Павлова. Я преподаватель спецдисциплины ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна. Не секрет, что на протяжении многих лет уже рваные джинсы – это на пике моды, и это популярно. Я сейчас вам покажу, как можно сделать рваные джинсы дома своими руками. Для этого нам понадобятся джинсы, ножницы и мел. Сейчас мы с вами намечаем место расположения наших разрезов на наших джинсах мылом. Теперь для того, чтобы нам было удобнее разрезать джинсы, складываем поперёк и разрезаем ножницы. После того, как мы выполнили разрезы, мы должны их с вами размахать. Для этого мы просто берём джинсы. Продолжение следует... Сегодня мы с вами сделали дизайн наших джинсов. С вами была Альбина Павлова, преподаватель спецдисциплины ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна. Доброе утро! И мы продолжаем. Андрей, сообщаю тебе и сообщаю нашим зрителям. 24 июня у нас открылась потрясающая, уникальная выставка под названием «Абрамцева в поисках русского стиля». Вот сегодня предлагаю об этом поговорить, потому что до 24 сентября она ждёт своего зрителя. Что там вас заинтересует, что там такого уникального? Об этом вот прямо сейчас... Гости расскажут, друзья. Но сегодня в гостях Лосева Валерия Игоревна, заместитель директора по музейной деятельности Ульяновского областного краеведческого музея. И Митрофанова Елена Николаевна, заместитель директора по науке музея-заповедника Абрамцева. Доброе утро! Доброе утро! Вот такое вот, как у вас настроение, как просыпаетесь с утра? Просыпаемся с утра и, можно сказать, с удовольствием и с удовлетворением отправила на работу. Ну да, выставка открылась, можно вас поздравить с открытием. Да, наш проект состоялся. И мы партнёры давно с музеем Абрамцева. Нас связывает соглашение о сотрудничестве. И, собственно говоря, это позволило нам задуматься о том, каким образом мы здесь, в Ульяновске, можем отметить 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова. Я хочу напомнить нашим зрителям, что наш край, наряду с Башкирией, Оренбуржьим, Подмосковьем, тоже является одним из Аксаковских мест на карте Российской Федерации, на карте России. Совершенно уникальный персонаж культуры российской, писатель и театральный критик, человек, который дорог нам изумительными рассказами, человек, который как бы ментально, он как бы... Олицетворял русского человека. И он создал даже целое, я думаю, такое вот направление, я не буду на территории Елены Николаевны забредать, но одним словом я хочу сказать, что план, который мы задумали, ну, наверное, чуть больше года назад, он осуществлён в лучшем варианте. И уже сейчас мы можем сказать, что огромное спасибо нашим партнёрам, потому что это очень щедрый подарок жителям нашего города. Год назад это было так долго готовили или всё-таки пандемия наложила свой отпечаток? Нет, ну, это особенности нашего планирования, музейного, и будем всё вам рассказывать, мы тоже планируем сначала, потом отстаиваем свои проекты, потом их реализуем, но всё получилось ровно так, как мы хотели. Елена Николаевна, что добавить, как сотрудничество? Сотрудничество замечательное, и вот это показало и сейчас непосредственно работа над созданием экспозиции. Мы, да, нашли, в общем-то, сразу общий язык с коллегами, это важно, вот уже непосредственно работа. А предварительная работа, вот то, о чём говорил Валерия Игоревна, это, конечно, от сбора каждого экспоната, то есть мы привезли 64 вещи, то есть это, с одной стороны, это много или мало, вот. Но это вот действительно такой сгусток вот этой жизни с середины XIX века и конца XIX столетия. И то есть в данном случае, вот в этих 64-х вещах, каждая вещь, каждая предмета, они должны быть абсолютно на свою миссию. Они с чем связаны, да, вот эти... Сейчас я дальше скажу, и более того, они должны ещё друг с другом разговаривать, то есть они вещи между собой разговаривают, и все они разговаривают с посетителями, чтобы вот этот разговор состоялся. Если он состоится, то просто это будет большое счастье. То есть это не одна история одного предмета, а предмета, история предмета вытекает в историю плавно друг. Конечно. Это связано в какой-то степени с нашим музеем, потому что Абрамцева вообще можно назвать местом гениев. То есть есть гений места, а вот это место гениев, поскольку оно связано действительно с творчеством выдающихся литераторов, художников. И прежде всего, конечно, с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, который владел Абрамцевым с 1843 года, в течение 17 лет семья его владела. И вот если Симбирская, Уфимская, это, так сказать, родовые места, родовая учина Аксаковым, то у нас это родина, это место, где писатель родился. Вот он как писатель. А мы должны помнить, что он писатель поздний. То есть он фактически начал писать 52 года. Ну, он был театральным критиком до этого. Но тем не менее, то есть у всех есть, я к вопросу, о чем призываюсь, у всех есть возможности. Вот 52 года, пишет первые работы. И это записки об Ужении. Вот, то есть слово сейчас такое не всем понятное. Вот это, он был страстным рыбалов, рыбаком таким, рыбаловым. Но он даже был ученый в какой-то степени, потому что он все это записывал. Он прекрасно знал повадки птиц, животных, рыб. Вот, и есть выражение Тургенева, что если бы господин Аксак, если бы глухарь умел говорить, то он все равно бы не рассказал нам лучше, чем о нем рассказал господин Аксак. Здорово. Так, а вот вещи как раз такие, я все-таки не терпение. То есть там мы видим партриета Аксакова, партиеты Гоголя, который был частым гостем Аксакова, партиеты членов семьи, очень редкие издания, то есть первые прижизненные издания 50-х годов XIX века. И опять же, у Аксакова была совершенно замечательная судьба. Он был писатель, которого сразу приняли. То есть на его произведение нет ни одной отрицательной рецензии, и его приняла публика. Но есть такой трогательный момент, что одна из его поклонниц, она прислала ему удочку из плетеных волос. Удочку из плетеных волос. Да, да. Вот леска, она... Она сохранилась. Нет, она не сохранилась. Но это было модно. Это не единственное, что у меня детей... А в чем феномен его? Как вы думаете, почему так легко приняли? Легко писал? Ну да. Да, это легко писал. Кстати, советую сейчас перечитать, потому что это вот такая очень правильная русская литература. Причем он работал в такой переломный момент, когда идут реформы русского языка определенные. То есть складывается другой язык, который мы сейчас помним. Но у него было идеально. Если вот люди... Я обращаюсь к людям старшего возраста. Если вы вспомните учебники по начальной школе, то вот там многие предложения, они составлены из произведения, из строчек Аксакова. Вот. Потому что это идеальный русский язык. И более того, были даже целые системы в конце 19 века, когда в гимназиях учились на произведениях Аксакова. И советская школа в какой-то степени это сохранилась. Ну то есть это вне возраста литература Аксакова. Это вне возраста. Литература, Игла, а еще был у него... Он совершенно был замечательный человек. Вот вся семья замечательная. Есть такое понятие даже аксаковская честность. Или говорили, честен как Аксакова. Как Аксакова. А это важно для художника ее, для писателя? Он как человек, это важно? Важно, конечно. Потому что это еще и литературные салоны. Это общение, которое тоже влияло. Это то, что несет человек. Конечно, да. Транслирует. Транслирует. То есть телевидения не было. Были литературные салоны, в частности. И еще такой момент. Это семья большая, очень дружная. То есть это эталонная такая семья. У них родилось 14 человек детей. Но до взрослого возраста жили 10 человек детей. Это такая большая семья. И вот идея, собственно, нашей выставки, это семья славянофилов. То есть они отстаивали национальную идею. И вообще, так сказать, вот эти понятия русской идеи, они идут оттуда. Вокруг этого выставка. Вокруг этого выставка. Но не только Аксакова. Потом мы рассказываем о мамонтовском художественном кружке. То есть это меценат Савва Иванович Мамонтов. Это круг художников. И, соответственно, вот эта линия Аксаковская, она у нас развивается как шкатулка. У нас выставка от Аксакова до Врубеля. И мы начинаем с Аксакова и заканчиваем Врубелем. То есть вершины в творчестве модерна. И это пейзажи. Можно видеть на выставке замечательных русских художников. У нас большая коллекция. Но мы отобрали, вот не случайно у нас Аполлинарий Васнецов, Илья Остраухов, Василий Аполлинов, Константин Коровин. Вот Аполлинарий Васнецов, Илья Остраухов, Константин Коровин. Они учились в Абрамцефе фактически. То есть они учились в училище живописи воене-изучества. Но был такой замечательный художник Поленов. Он учил их и там. И в Абрамцефе шел такое обучение. И вот мы видим эти пейзажные работы, совершенно замечательные. Они изображают ту природу, которую Аксаков описал в своих литературных произведениях. Вот, собственно. Вот поэтому у нас тоже есть такая связь. А вот Валерия Регина говорила в начале нашей беседы, что около года длилась подготовка. А наверняка, ну, был же какой-то такой расчет. А вот все-таки кому наиболее эта выставка будет полезна, интересна, для кого она, собственно говоря, создавала? Кому она адресована? Кому она адресована, для кого она актуальна, да. Ну, вы знаете, как бы тут можно двумя словами, если сказать, широким слоям общественности. Но вообще, конечно, тут еще такая страта отдельная выделяется, что при том, что у нас музей краеведческий, и мы занимаемся очень широкой тематикой, но в данном случае это очень такая значимая искусствоведческая выставка. И она очень важна. Эта выставка с точки зрения, я боюсь, не найду точные слова, она очень важна именно с точки зрения развития русской духовной мысли. Потому что, собственно говоря, говорящие названия ведь у выставки в поисках русского стиля. Елена Николаевна еще, как бы, может быть, мы перебили с вами, да, она не дошла, как бы, там еще шедевр, как бы, вот поиск русского стиля, он осуществлялся. Костюм, декорация. В литературе, да. Не только в литературе, не только в живописи, но и в малых архитектурных формах. И театр, наверняка. Мебель, театр, одежда. И вот это, через это все мы тоже проходим. И еще я хочу сказать, что вот даже отклик в нашей коллекции, кое-какой мы нашли, потому что это на самом деле, это было широкое, это не, вот как я оцениваю, это был не квасной патриотизм. Нет, нет, нет. Это было действительно такое, тем более, что Россия тогда открыта была миру, да, и очень большое было культурное влияние западноевропейских стран. И вот это, как бы, ответ и возможности, как бы, сохранение вот русского стиля, как бы, в поиске русского стиля. И это, как бы, это замечательно, это очень актуальная мысль, что ли. Ну, действительно, для всех, конечно. Для всех, во все времена, потому что каждая нация, как бы, она живет за счет своей идентичности. Елена Николаевна, костюмы, декорации тоже одни из 64 предметов. Мебель, мебель, мебель. Да, то есть еще в чем уникальность, обратно, я по поводу русского стиля тут немного, и по поводу Запада. Савва Иванович Мамонтов, он писал, что это Россия будет эталоном для Запада через какое-то время, и у нее нужно будет учиться. Ну, будем надеяться, что так будет. Вот. И у нас в Абрамце была, то есть художники не только творили свои произведения, но они творили еще среду, в которой они работают. То есть там появляются памятники архитектуры определенного стиля русского. И почему вот в данном случае нам был важен Ульяновск? Да. Потому что это город, в котором сохранился модерн, сохранилась вот эта культура. Вот у нас такая национально-романтическая вид модерн, но здесь мы тоже видим ее элементы. Именно это, да. Да, то есть вот этот культурологический аспект выставки, он совершенно присутствует, и это тоже должно быть близко жителям Ульяновской области. Ну, не говоря о том, что действительно это такие замечательные шедевры. Вот. Я не потому, что я с этим работаю, а это по факту. Да, конечно, это правда, да. Да. И вот там еще есть произведение столярной мастерской. То есть каким образом создавалась эта современная мебель для того времени, да. То есть художники, они исследовали крестьянское искусство, собирали крестьянские предметы и создавали мебель вот в новом стиле, но по образцу вот этих крестьянских. И они писали о том, что нужно подхватить искусство, еще живущее в народе. И тогда это воспринималось. И это вот замечательные резные там столики у нас, стулья. Получился совершенно чудный интерьерный уголок, плюс пейзаж Остроухова и городской костюм из Ульяновского музея. В стиле а-ля рус. В стиле а-ля рус. Это вот все как раз... И еще я хочу сказать о одном предмете из Ульяновского музея. Это Малютинская матрешка. Ведь с мамонтовской семьей связано еще рождение матрешки на самом деле. И вот Малютинская матрешка, она как раз из коллекции Ульяновского музея. А у нас эскизы архитектурных памятников, мебели. Фотаристические семью. Это действительно нужно так. Причем эта матрешка приехала к нам сюда уже в наше время из Франции от потомков Гончарова. Ну теперь я понимаю, почему целый год, конечно, создать эти переплетения историй. Здорово, здорово. Спасибо вам огромное. Двадцать до двадцать четвертого сентября. Двадцать четвертого сентября. Да, есть возможность. С огромным удовольствием. Спланировать свое время и получить огромное удовольствие. С удовольствием. Чувство, которое, ну я уже вот могу передать, не как профессионал, а как просто рядовой посетитель. Очень теплое высоту. Ты как будто бы возвращаешься к себе домой. Спасибо вам большое. Создание вам о вашей гигантской, уникальной работе. Друзья, напомним, что у нас в гостях сегодня были Лосева Валерия Игоревна, заместитель директора по музейной деятельности Ульяновского областного краеведческого музея, и Митрофанова Елена Николаевна, заместитель директора по науке музея-заповедника Абрамцева. Ну а мы двигаемся дальше. Субтитры делал DimaTorzok Международный день пирсинга, день декларации о государственном суверенитете Республики Адыгея. А еще 28 июня, день российского букмекера, о чем мы сказали в самом начале программы, Международный день социального бизнеса. Ну а также праздник в нашей студии всегда, каждый день, и будний, и праздничный, украшает партнер программы салон цветы и штучки. Ну что ж, если вы поздно проснулись и что-то пропустили, или хотите пересмотреть какие-то программы, то заходите на наш сайт по адресу trnaw.reporter73.tv. Там все наши передачи. Конечно, а если вдруг новости у вас есть интересные, какие-то темы, которые бы вы хотели затронуть вместе с нами, скорее звоните к нам по номеру телефона утренней редакции 30 50 73. Ну что ж, до встречи в эфире. С вами сегодня работали мы. Мы, Екатерина Терещенкова. И Андрей Сафронов. До завтра. Пока. Удивительные знакомства в проекте «Работа». Еженедельно мы находим героев с уникальными историями в профессии и судьбе. Каждую пятницу на «Репортер 73» и на ОТР. «Утро с репортером» – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие. Интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и ОТР.